С вами наверняка случалось такое, что вы покупаете какие-то новые тени, прибегаете домой, вас они настолько сильно радуют, вы хотите уже сделать какой-то новый макияж, начинаете кисточкой набирать оттенок, наносите на веко и ничего не происходит. То есть тени оказываются такого, скажем так, посредственного качества и практически не делают никакого эффекта у вас на глазах. И если это с вами случалось, то сегодняшнее видео будет крайне для вас полезным, потому что я вам расскажу, как из ваших теней, даже пускай таких вот среднего качества, выдавить их максимум. Сразу скажу, что эта техника лучше всего работает на тех тенях, которые вам нужно наносить на веко, а не которые нужно наносить там, допустим, складку и растушевывать. Итак, вам, наверное, уже интересно, что же нужно делать для того, чтобы выдавить максимум из своих теней. Первое действие будет у вас довольно стандартное. Вы берете кисть, берете тени ваши и начинаете наносить эти тени на кисточку. Наносите довольно обильным слоем, но не перестарайтесь, то есть как бы не нужно там уж прям сильно много их наносить, но в то же время такое как бы нормальное количество. После этого вы берете любой спрей, который вы можете использовать в вашем макияже, то есть это может быть праймер какой-нибудь в форме спрея, это может быть фиксирующий спрей, например, как MAC Fix Plus или Scandinavia спрей для закрепления макияжа, Urban Decay спрей для закрепления макияжа. Даже вплоть до того, что вы можете взять Faberlico, вот такой вот спрей, который называется спрей лед для лица, он тоже работает именно конкретно с ним. Я, кстати, сегодня и буду показывать этот эффект. И после этого вы берете и несколько раз на расстоянии сбрызгиваете им кисть. Не сначала сбрызгиваете кисть, а потом лезете в тени, а именно сначала наносите тени на кисть и потом сбрызгиваете их каким-то спреем. После этого вы наносите тени на веко. И как только вы это сделаете, вы увидите, насколько сильно меняется нанесение теней, насколько более насыщенным становится оттенок, насколько более блестящим даже становится оттенок. И, к слову сказать, эта техника работает не только на каких-то таких не очень хороших тенях, но также и на классных, качественных тенях. Это делает их еще более крутыми, насколько это возможно. Вот сейчас я вам покажу, как наносятся, например, тени Лорак, с обычным способом, просто обычным нанесением кисти на кожу. И вот таким вот методом, то есть, насколько все-таки можно преобразить то, как будет выглядеть ваш макияж. Какие-то сатиновые тени, какие-то металлические тени становятся просто экстра металлическими, экстра какими-то просто как эффект фольги у вас на глазах. И я думаю, вы сейчас сами видите, насколько круто эта техника работает. И, кстати, я заостряла ваше внимание на последовательности действий неспроста, потому что, если вы сначала намочите кисть, а потом будете наносить тени, то, скорее всего, свои тени вы немножко испортите. То есть, на тенях будет появляться вот такая вот пленка, которая потом засохнет. Это будет как барьер такой вот на тенях, и вам будет в следующий раз труднее нанести тени на кисть. То есть, этот засохший барьер будет вам мешать просто набирать оттенок. Поэтому изначально набираете тени на кисть, а потом уже смачиваете их спреем. По большому счету, у меня все. Обязательно поставьте палец вверх, если вам понравился этот трюк. Напишите обязательно комментарий, расскажите, получилось у вас, не получилось, как, в общем-то, прижился у вас трюк этот или нет. Мне будет очень интересно почитать. И я с вами буду прощаться, и мы с вами увидимся в следующем моем видео, если вы не забудете подписаться сейчас на канал. Пока!